Пока действующий президент России Владимир Владимирович Путин не представил свою предвыборную программу к выборам 18 марта, я решил сделать видеоролик на тему майских указов Путина, который он подписал 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ. Прежде чем подводить итоги всех этих указов, давайте посмотрим, что говорит правительство и президент о выполнении данных поручений. В начале мая, за годы президентских выборов, правительство отчиталось о выполнении майских указов. Прозвучали громкие цифры. Указы выполнены на 76%, что соответствует 90% от плана на текущую дату. То есть за 5 лет со дня подписания указов президента реализовано якобы 76%. А вот сейчас мы послушаем слова Владимира Путина на последней пресс-конференции, которая была 14 декабря 2017 года. Как вы сами оцениваете, вот к концу нынешнего президентского срока, какую оценку поставите исполнению майских указов? Но что с ними происходит в целом, с этими указами? Примерно указами 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается в том числе и уровня заработных плат в бюджетной сфере. 93-94. Именно столько в процентном эквиваленте Путин считает, что его майские указы выполнены. Сейчас мы попробуем выяснить, действительно ли, как нам говорит власть, майские указы исполнены, или же нам в очередной раз вешают лапшу на уши. Данное видео я делаю по статье Центра научно-политической мысли и идеологии. Ссылку на статью вы можете найти в описании. Майские указы – это свод поручений, данных им после победы на президентских выборах 2012 года. Они затрагивают 11 сфер обустройства страны и включают 218 поручений. Когда говорим о майских указах, в голову приходит только одна мысль – отчитались как могли. Где Росстат помог, где иные статистические ухищрения, где совершенно забыли о содержании майских указов. Но и даже и при таких уловках умудрились не дотянуть до установленной планки. На момент отчетности правительство должно было выполнить 180 поручений, но было исполнено 165. А о качестве и говорить не стоит. Основные приемы, которые использовало правительство для красивой отчетности, следующие. Первое. Помощь Росстата. В майских указах, например, зарплату бюджетникам должны были довести до средней по региону. Росстат стал рассчитывать среднюю по региону из статистики не только легального, но и теневого сектора, заменив среднюю зарплату в мониторинге на среднемесячный доход от трудовой деятельности, включивший в себя заработки в неформальном секторе, а это на 3-4 тысячи меньше. Второе. Подмена понятий. В майских указах была поставлена задача создания 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Но этот придуманным президентом параметр Росстатом был сведен к оценке высокопроизводительности по критерию средней зарплаты на предприятии. То есть не связан ни с передовыми технологиями, ни с квалификацией работника, ни с собственной производительностью. То есть высокопроизводительными стали места, в которых работники получали зарплату на уровне порогового значения по отрасли. Третье. Искусственное выполнение плана. Например, в указах было зафиксировано снижение смертности от болезней кровообращения. Достигнуто это было, но зато смертность от других заболеваний выросла. А это уже прямое доказательство приписок, когда ради целевого плана диагнозы подделывались. Доказательство данной соцопроса, проведенного профессиональной социальной сетью врачей РФ в апреле 2017 года. Только 26% врачей на вопрос, производится ли, на ваш взгляд, в вашем учреждении манипуляция с диагнозами для улучшения статистики по посмертным диагнозам, ответили, не замечали ничего такого. Остальные подтвердили этот факт. 34% врачей на вопрос ответили «да», постоянно. 40% считают, что статистику пытаются улучшить. 74% врачей подтвердили высокопоставленное жульничество. Четвертое. Феномен средних значений как классический прием статистики. Средняя заработная плата бюджетника вычисляется как средняя между сверхдоходами руководства и мизерными окладами сотрудников. В итоге среднее значение получается на уровне нормы. Например, средняя зарплата российских врачей в 2016 году превысила 50 тысяч рублей. Но согласно оценке Фонда здоровья, такие доходы имеют только 5,7% врачей в стране, а половина получает менее 20 тысяч. Пятое. Пересмотр плановых показателей. В 2016 году было принято решение понизить промежуточные цели по зарплатам медиков. Если проанализировать конкретные сферы, обозначенные в майских указах, то констатируем их провал в части достижения целевых уровней и полный успех в части разработок новых планов, стратегий и прочей бумажной волокиты. Рассмотрим эти сферы. Инвестиции в основной капитал должны были составить 27% к 2018 году. На текущий момент уровень инвестиций упал до 17%, что соответствует показателю 2006 года. Такой же важнейший параметр, как темп роста ВВП, в майских указах полностью отсутствовал. И как оказалось, не зря. Ведь по этому критерию Россия скатилась в минус с ежегодным темпов роста в 7,1% с 1999 по 2007 год до отрицательных показателей. Хотя этого параметра и не было в майских указах, были публичные заявления Путина о том, что нужно раскрутить маховик экономического развития темпов роста до 6-7% в год, а за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Что касается пятерки, то в 2016 году по объему ВВП Россия вылетела даже из десятки экономик мира, занимая 12-13 место. Повышение реальных зарплат в стране в полтора раза к 2018 году недостижимо. За эти годы реальный размер заработных плат, если отчитывать от 2011 года, вырос всего на 5%, а если отчитывать от 2012 года, то упал на 3%. В пересчете на доллары зарплаты не выросли, а сократились на 30% в сравнении с уровнем 2012 года. Считать в долларах нужно, поскольку мы пользуемся в основном вещами, которые сделаны в других странах. В майских указах представлено большое количество целевых параметров, статистику по которым в чистом виде роста дает далеко не всегда. Здесь следует отмечить, что вроде параметров взято много, но масштаба работы в этой сфере нет. Простой пример. Во время последней прямой линии на жалобы молодой учительницы, что она мало получает, последовал от Путина ответ, что все дело в ней, в небольшом трудовом стаже. Если в 2011 году число врачей составляло 732 тысячи человек, то в 2015 году уже 673. Впрочем, сокращение вполне объяснимо, ведь надо было зарплату поднять. Вот и решили сократить численность и не менять фонд оплаты труда. В этой части установки президента были весьма скромными. В указе зафиксировано два целевых параметра, некий абстрактный показатель суммарного коэффициента рождаемости и средняя продолжительность жизни. Первый, имеющий исключительно статистическое значение, был выполнен еще в 2015 году. Второй, вероятно, не будет достигнут. Обещанного уровня ипотечного кредитования не достигнуто. Ровно как и остальные положения программы остались лишь рекомендациями. На 2018 год запланировано, что ставки по ипотечному жилищному кредиту должны быть выше инфляции не более чем на 2%. В 2016 году инфляция составила 7,1%, а ставка 12,6%. Достигнут целевой уровень будет лишь в случае роста индекса инфляции до 9-10%. Этот сектор, в отличие от всей экономики, был поддержан государственным оборонным заказом, за счет чего степень выполнения поручений оказалась высокой. Однако успех оборонного сектора базируется на заделах советских времен, что говорит о том, что научный прогресс и нанотехнологии так и остались мифом. Теперь мы рассмотрим соотношение положений указа с реальным состоянием дел. Выдержка из указа. Содействовать созданию благоприятных внешних условий для долгосрочного развития Российской Федерации. Модернизации ее экономики. Укреплению позиций России как равноправного партнера на мировых рынках. По факту у нас санкции, изоляция, снижение цен на энергоресурсы, что привело к падению ВВП и углублению кризисных явлений. Отсутствие перспектив. Модернизация в связи с санкциями. Добиваться утверждения верховенства права в международных отношениях. Обвинение самой России в нарушениях международного права. Активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС, группу 20, группу 8, шанхайскую организацию сотрудничества. Исключение России из группы 7. Снижение ее авторитета в иных международных организациях. Содействовать активизации коллективных международных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам. Борьба с терроризмом в Сирии осуществляется России почти в одиночку. И союзников Иран и Турция. Роль последней вызывает сомнения. Последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества государств-участников. Содружество независимых государств в социально-экономической, гуманитарной, правоохранительной и других сферах. Украинский конфликт, обострение отношений с Белоруссией и Казахстаном на фоне газовых интересов и баловства с девальвацией рубля. Содействовать продвижению и защите интересов российского бизнеса на внешних рынках. Санкции, дискриминация российского бизнеса, заморозка счетов. Из всего приведенного очевиден только один вывод. Властвующая группировка Путина провалила собственные майские обещания. Стране нужны фундаментальные реформы. Смена недееспособных лиц, системная перестройка, а не директивное латание дыр. Точечное воздействие на сферу, устраняя лишь видимые проявления проблемы, но не ее причины, подобны обезболивающему. Болевой синдром снят, а болезнь-то все равно осталась. А в случае майских указов обоснованно говорить, что и синдром не снят. Медсестра, так сказать, отчиталась перед доктором, что умирающий чувствует себя хорошо. Еще хотелось бы сказать, что 3 февраля на митинге в Москве, который был организован партией КПРФ за социальную справедливость, Геннадий Андреевич Зюганов подтвердил, можно так сказать, мое сегодняшнее видео словами о том, что выполнение майских указов Путина 2012 года оказались провальными. 11 указов 6 лет назад. Первые он попытался спланировать на 6 лет программу. Первые назвал конкретные показатели. Первые расписали каждому члену правительства. Что же вы не хотите спросить своего правительства, почему из 11 указов 10 оно провалило с треском? Вы обещали удвоить ВВП. За последние 5 лет он упал на минус 8%. Вы обещали 25 миллионов классных мест и близко ничего похожего. Вы обещали полтора раза производительность увеличить, а она росла в год на 1-2%. Провалили еще больше. Вы обещали остановить вымирание. Русские классические области вымирают полтора раза быстрее, чем идет рождаемость. Вы обещали вести диалог с граждан и не дать возможность обнищать. 40 месяцев подряд народ продолжает обнищать. Тогда призовите свою правительственную ответственность. Тогда сядьте на полноценный диалог. Тогда ищите мирный, демократичный выход из ситуации. Но что с ними происходит в целом с этими указами? Примерно указами 93-94% заявленных целей исполнены. 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 Вот такие у нас дела. Путин считает, что правительство реализовало его указы. А Зюганов, как собственно и мы с вами, считаем, что они, мягко сказать, оказались неудачными. Друзья, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы оперативно получать уведомления о новых видео. Всем пока!